В центре внимания спасатели, правоохранители, представители социальных служб, люди пожилого возраста. Как правило, именно эта категория граждан является наиболее социально уязвимой и чаще других попадает в сводки происшествий. Назрел такой разговор, дабы упредить тяжелые последствия, когда люди травмируются, люди становятся жертвами преступлений, правонарушений, в том числе от рук своих близких, и получают различные увечья. Мы хотим эту работу немножечко усилить, расширить и привлечь в этих круг заинтересованных больше, не только тех, кто по роду своей службы обязан этим заниматься, но и еще общественность, общественные организации, учреждения, трудовые коллективы и так далее, чтобы они обратили внимание, в первую очередь, ту работу, которую проводят органы власти, органы МЧС, внутренних дел, они это делают в роду своих обязанностей. Встреча в рамках акции «За безопасность вместе» с первых минут приобрела формат открытого микрофона. Любой желающий мог задать интересующие вопросы и получить компетентные ответы из первых уст. Актуальная информация транслировалась для всех участников мероприятия, в том числе и для слабослышащих, с помощью языка жестов. За час диалога было озвучено больше десятка довольно разных тем, от проблем с курением в жилом фонде до вопросов установки противопожарных систем, в числе прочего и благодарности за помощь. Для сотрудников МЧС, как и для представителей других заинтересованных структур, подобные акции и открытые диалоги не единичны. Как показывает практика, хорошая превентивная работа всегда дает плоды. Как бы там ни было, я глубоко убежден в том, что весь комплекс профилактических мероприятий, он положительно влияет на положение дел. Ведь проводится действительно очень много реальных мероприятий, ну в частности, допустим, если мы лет 5-7 тому назад фиксировали необходимость оказания помощи малоимущей части населения в ремонте печного отопления, это количество исходило от 3 до 4 тысяч домовладений, то уже в текущем году это количество составило всего лишь 154 по всей области. То есть уже процесс здесь практически и решен. И, конечно же, вероятность возникновения пожаров в таких домах, она уменьшается. Вот от таких направлений очень даже много. В завершении встречи ее гостям была представлена творческая составляющая работы представителей службы МЧС. Действующие сотрудники вместе с артистами Народного театра подготовили необычную постановку «Однажды в Мариновке» по мотивам известной музыкальной комедии, переработанной под идею профилактики возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, гарпина, дармитон, дармитон, так это ж до биби недалеко. Это ж можно, как говорится, бац-бац перепутать огонь страсти с пожаром. Да ж вы такое говорите. А если у вас печка неисправна, а за ней никто и не глядит, вы улетесь поможет, бац-бац-бац, бац-бац, 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 бац-бац. Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУКТВ.